В цеху по производству комбинированных кормов работа начинается в 7.30 утра. На смену заступают 15 человек. Осужденный Геннадий за старшего. На должности оператора-технолога он всего неделю в колонии. Третий год. Сказать честно, я только первый раз усвоил это здесь. То есть раньше в жизни я не сталкивался. Сталкивался только с маленькими мельницами, ну и не более того. Работать с таким оборудованием осужденных обучали приглашенные специалисты. На это ушло немного времени. А вот на строительство и установку машины 4 месяца и 6 миллионов рублей. В производство вложились российские и иностранные бизнесмены. Для начала будем изготавливать корма на собственные нужды. Сначала для колонии, потом в рамках территориального органа. Ну а в будущем будем пытаться выйти на внешний рынок. За 12-часовую рабочую смену 30 тонн комбикорма. Максимальная производительность 50 тонн. Кормовые смеси делают из овса, кукурузы и сои. Первичное сырье колония закупает у местных предпринимателей. Причем плюсы от таких сделок видят не только представители исправительного учреждения. Это производство, оно дополняет и расширяет рынки сбыта для наших сельхозпроизводителей, тех, кто занимается ранними зерновыми и бобовыми культурами. Комбикормом в 41-й колонии кормят свиней. Также он подходит для птиц и крупного рогатого скота. До открытия собственной линии производства комбинированный корма приходилось закупать у сторонних поставщиков за 1 килограмм 16,5 рублей. Это больше 100 миллионов на постоянные расходы. Наша цель – уменьшить эти затраты на кормление животных и, соответственно, выйти на цену ниже среднерыночной, чтобы наша продукция животноводства была конкурентоспособной. И уже сегодня сотрудникам колонии удалось понизить стоимость одного килограмма комбикорма до 15 рублей. Таких цен в Приморье нет ни у кого. К слову, и подобное оборудование для колонии в порядке исключения. Например, еще в прошлом году в этом цеху делали палочки для еды. Сейчас у заключенных новые обязанности. По мере расширения производства появятся и дополнительные рабочие места. А трудовая терапия, как известно, путь к исправлению. Валерий Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.